Так, мы производим ремонт. Многие автолюбители, особенно те, у кого автомобили Peugeot Expert, особенно если они переделаны из грузового у пассажирский, а еще особенно если они переделаны из правостороннего руля на левосторонний, они знают одну проблему, которая часто возникает со сцеплением. Поэтому у каждого такого автолюбителя в запасе в бардачке где-то в машине всегда валяется или запасной тросик, или запасной трос сцепления в полном комплекте. В связи с тем, что переработано само сцепление, часто возникает такая проблема, что обрывается сам тросик. Вот на видео мы видим два тросика. Один тросик был раньше оборван, потом купили другой. Стоит он немало, немного, 50 долларов. И после того, когда порвался второй тросик, пришлось найти какое-то другое решение, чем покупать каждые три месяца новые тросики сцепления к Peugeot Expert. И вот в процессе творческо-технических исканий было найдено очень хорошее решение, как не покупать новые тросики, а как сделать так, чтобы больше этот тросик не обрывался. И вот в результате создана вот такая незамысловатая конструкция, которая позволит нам сделать следующее. Мы заменяем эту оборванную часть тросика на вот такое нехитрое приспособление. То есть устраняем то место, где постоянно этот тросик переломался. Устраняем или переделываем вот таким вот способом. Создаем, делаем вот такой зажимной болт. Этот болт... Вот в него протягиваем тросик. И вот так вот его привинчиваем. У кого были в советские времена мопеды, те помнят. Там у них были тросики сцепления, что-то подобное такой конструкции. Болтки, которые извинчивались с гайкой. И вот в общем и целом видим общую конструкцию этого сооружения. На кольцо одевается металлическая пластина с проделанным отверстием. Таким образом у нас получается очень надежная такая сцепка. Вот сейчас я покажу, где вот эта лапка. Вообще, эта лапка сцепления, она рассчитана на... Именно на гидравлическое сцепление. Но в процессе переделки очень талантливыми латвийскими парнями этот автомобиль обрел механическое выжимное. Выжимное такое сцепление без гидравлики. И у него есть постоянно одна и та же проблема, что этот тросик постоянно обрывается. Ну и вот видим уже в собранном виде отремонтированный тросик. Вот сейчас мы посмотрим, как он будет, как он работает. Ну, к сожалению, туда полностью там нельзя так вот подлечь, чтобы... Ну, вот так постараемся... Вот видим, как работает само натяжение. То есть, место предыдущего излома устранилось. В этой сцепке кольца и пластины здесь происходит вот такой изгиб. Ну, там очень надежная конструкция, то есть с ней ничего больше произойти не может. Но вот только наблюдаем, не идет ли сам трос на изгиб. Вроде, насколько я вижу, в самом месте, где закреплен трос, вроде изгиба нет. Поэтому можно сделать вывод, что отремонтированное таким образом сцепление будет работать длительное время. И вот смотрим, как это работает. Вот, смотрим еще раз. Нет, по-моему, нету изгиба. В самом креплении тросика он идет в прямой натяг, то есть с большой вероятностью можно сказать, что больше он не должен ломаться. То есть, таким образом проблема будет устранена. Вот, таким вот образом было отремонтировано сцеплением. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...